Видите, вот дерево. Сфотографируй дерево. Оно стояло на земле, а сейчас оно в воде стоит. Потопленные деревья, разбросанные камни. Еще недавно здесь был пляж. На отдых Ханки мчалось все при море. Шаг ступишь и упрешься в чью-нибудь палатку. Поверить в это сложно. О былых красотах можно судить только из рассказов местных жителей. Вода все ближе подходит к их домам. Решают проблему озера Ханка сегодня на международном уровне. Почему поднимается уровень воды, версий достаточно. Одни винят во всем соседней Китае. Другие предлагают проверить русло реки Сунгачи. Но пока ни одна из них не подтвердилась. И что делать дальше? Четких решений нет. Сегодня на встречу ученые из Поднебесной как никогда открыты для общения. Им теперь тоже Ханка вред наносит. Во многих городах Китая большое наводнение. Затоплены многие села и районы. И по нашему мнению, главная причина изменения глобального климата. Прогнозы на этот год куда более серьезные. И только в сотрудничестве двух соседствующих стран есть шанс остановить глобальное наводнение. Создана специальная рабочая группа, чтобы начать совместные исследования. Сейчас на крайне важно вместе с китайскими специалистами провести необходимые исследования и анализ, чтобы четко определить сегодня это на уровне гипотез, чтобы четко определить причину, почему это происходит. Рабочую группу включили представители заповедника Ханкайске. Они о проблемах озера говорят уже четвертый год. Ханка каждое лето поднимается все выше и выше. И уже достигла самой максимальной своей отметки. Пострадала инфраструктура Ханкайского заповедника. Пострадали всевозможные базы отдыха, расположенные у физических лиц, у юридических лиц на Ханке. Перемыты дороги. В общем-то, ну, есть. Страдают люди, страдает бизнес людей. Рабочая группа должна выработать предложение, что делать с экологической катастрофой. Потом проработка каждой версии. И к концу года решение, как остановить подъем озера Ханки. Елена Штыникова, Данил Макарычев, Александр Каноненко. Панорама.